Полторы сотни спортсменов влюбленных в волейбол помирились силами на спортивных площадках района. Турнир был домашним, участвовали только Ахтубинские команды. При этом соревнования входят в число самых популярных, интерес у поклонников игры вызывают большой. Турнир собрал три мужские команды, шесть юношеских и четыре команды девушек, которые представляют как муниципальные школы, так и просто команды любителей волейбола Ахтубинского района. Игры идут на трех площадках, игры идут очень интересные, захватывающие, выкладываются все по полной программе, желают победы. А в Ахтубинский волейбол на высоте как среди мужчин, так и среди женщин. Представительницы прекрасного пола всегда в хорошей спортивной форме. Смело атакуют, грамотно выстраивают защиту, активно борются за каждый мяч. Я довольна своей командой. Проиграли немножко, да? Да, ну, своими ошибками проиграли. Ну, два-один было, мы три игры играли. Сегодня хорошо и Пахнова Надежда играла, и играла у нас Маша Иворович неплохо. Ну, то есть у нас все, и Наташа Пархотик, и Наташа Батракова, то есть все девчата молодцы. Сейчас состав наш немного поменялся, мы объединились с девушками, которые играют с гарнизона. Женских команд не так много, поэтому мы стараемся максимально часто выставляться. И наши спортсмены спортивной школы, которые тоже участвуют постоянно, то есть и мы, и женская команда. У вас довольно-таки взрослая команда. Наверное, школьниц было обыграть, собственно говоря, не нужно. Ну, на самом деле нет, потому что все школьники, которые занимаются, ну, которые сейчас участвуют, они все у нас действующие спортсмены, обучающиеся спортивной школы, поэтому есть команда, которая входит в состав сборной, то есть играет за непосредственно наш район, Ахтубинский, на областных соревнованиях. Поэтому девчата очень хорошо подготовлены, вот, то есть играть, конечно, непросто. Конечно, без тренировок никуда, стараться постоянно тренироваться. Ну, они молодцы, практически тренируются пять раз в неделю, нам поэтому из-за этого сложно приходится. В волейболе играют не на время, а на результат. Благодаря этому правилу длительность матча может быть бесконечно увеличена. Впрочем, Ахтубинские спортсмены к протяженным матчам не стремились. Напротив, старались как можно быстрее расправиться с соперником, но о том, что играть надо красиво, не забывали. Ну, мы первую игру проиграли, было, конечно, обидно, потому что шли в очко в очко, была хорошая игра. Девочки наши тоже первую игру проиграли, но у нас еще есть и надежда, да. Парни уже вышли и будут играть за третье место, на что мы надеемся. А вот девочки у нас имеют все шансы даже на второе место, поэтому будем играть. Приживают и за девчонок, потому что девочки будут отстаивать звание чемпионок. Это имеется в виду детско-спортивная школа на базе второй, в которой в школах девочки тренируются. Соперники серьезные. Те же наши воспитания, которые у меня же занимаются, только они на базе четвертой школы учатся. Плюс команда бывшая волжанушка, теперь она называется по-другому, баллистая. А водник как вырос, девчушки. Так что я думаю, что соперники есть, с кем играть есть. Мальчишек у нас больше всех команд, шесть команд. Мы предполагаем, кто выиграет, зная результаты предыдущих соревнований. Ну, мяч круглый. Я думаю, что здесь автодорожная будет с четвертой школой бороться за первое место. Ну, и у нас мужские команды еще. Восход, водник и ветераны. Те тоже между собой борются. И сейчас, как бы на удивление ветераны, наконец-то обыграли восход. Чего давненько не было. Ну, я думаю, что там все игры будут очень в упорной борьбе проходить. Вот. Игра получилась, все нормально. И результат победы. 2-1. Процентка Костантин, конечно, да. Вот он сегодня в лучшей форме у нас. Хорошо играет. Сейчас еще будет у нас игра с командой ветеранами. Водник против ветеранов. Так что болеем за водник. И желаем удачи ветеранам. Да, желаем удачи, конечно, да. Но мы победим. Волейбол игра для всех возрастов. Это каждый раз демонстрируют ветераны спорта. Отличная подготовка позволяет на равных сражаться с молодыми и радовать своих болельщиков. Да, ветераны вообще хорошо. Потому что они играют на энтузиазме. Вот у них идея выиграть. Они составили очень хорошую конкуренцию. Вы посмотрите, они вдвое старше любой команды. Все-таки возраст есть возраст. Но 11 номер играет. Вот 4 номер играет. Поэтому вообще там за 50 лет уже троим. И они все еще как молодые прыгают. Победный кубок Ахтубинского района завоевали у женщин команда «Дюйша», у мужчин «Водник». Среди юношеских команд победу праздновал автодорожный колледж. В числе серебряных призеров – баллиста, ветераны и юноши СОЖ номер 4. Бронзовый пьедестал разделили девушки 4-й школы, команды «МАИ» и «Восход». Татьяна Фомина, Дмитрий Борисов, Татьяна Дубинина. Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова